Сегодня Виктор Петрик получил официальное признание. В Петербургском радиовом институте его изобретению дали самые лучшие рекомендации. Мы уже рассказывали о том, как придуманная Петриком установка делает зараженную радиацией воду питьевой. Испытывали это изобретение по Челябинскому на озерах, загрязненных радиоактивными отходами. Но свидетелем сегодняшних событий стал Никит Анисимов. У директора радиового института перспективные разработки под надежной охраной. За дверью шириной в метр начинается настоящая наука. Питерский изобретатель Виктор Петрик свою технологию пытается перевести на понятный журналистам язык. Это открытие, явление образования углеродных наноструктур при холодной деструкции слоистых углеродных соединений. В институте, основанном еще по декрету Ленина и сейчас самым авторитетным в стране, по радиационным проблемам технологию Петрика проверили под микроскопом. Уж слишком невероятными получились результаты. Нанофильтры питерского гения выводят из воды радиоактивный изотоп Стронция. Превращая зараженную воду в питьевую. Это выглядит безобидно. Внешне красиво, прекрасная вода, прекрасный пейзаж. Но только для тех, кто не понимает, что здесь смерть. Теченский каскад озер в Челябинской области – жертва гонки вооружений времен Холодной войны. Сюда сбрасывали радиоактивные отходы от производства плутония. Оказалось, с помощью нанотехнологий эту воду можно спасти. Настолько положительных результатов двухмесячного эксперимента, похоже, не ожидали даже в радиовом институте. Технология, которая создана на основе новейших нанотехнологических принципов, работает. Установка, испытанная в почти секретном режиме на 11-м водоеме Челябинской области, уже заинтересовались на западе. Там тоже есть загрязненные радиации озера. Подобной технологии с использованием наноматериалов в мире аналогов нет. Это совершенно оригинальная технология. Значок радиации на дверях лаборатории скорее для значимости. В присутствии высоких гостей ученые не рискнули проводить радиоактивные опыты, ограничившись показом неработающей чудо-установки. Установка, которая испытывалась на 11-м водоеме, хоть и давала чистую воду, сама загрязнена радиацией. Поэтому главе Росатома и спикеру Госдумы показывали ее аналог. По надеждам ученых, эта лабораторная победа не должна затеряться в длинных чиновничьих коридорах. Вот эта установка из жидких радиативных отходов, где содержится порядка 2500-3000 бекерелей на литр радиации, позволяет почистить эту воду до уровня невмешательства, до уровня одного бекереля на литр. Ободренной такой высокопоставленной поддержкой питерский изобретатель обещает новые научные прорывы. Например, циклотрон с наноизотопами для ядерной медицины. Никита Нисьмов, Анатолий Васькин, Владимир Тугуши, телекомпания НТВ, Санкт-Петербург. Наноизотоп позволила нам получать очистку, которая соответствует нормам на сброс, а именно изменения обмазок в дикереле. Вот эти результаты, которые мы достигли, позволят нам сделать исключение о том, что технология работает, она перспективна, она способна решить около 5 миллионов в год. Ну, при соответствии с этим, конечно, на оснащение, это будет, ну, такая легенда, но, которая действительно преработала метод, с таким миллионам в год, в год, в год, в год, в год, в год. Вашего оценку, Владимир Владимирович, степень, широты применения технологии, стеченский каскад, да. Насколько я понимаю, вы тестировали эту технологию от отхода ГИПХА. Что еще? ГИПХА мы можем почистить этой технологией? ГИПХА мы можем почистить без труда, но есть, конечно, один нюанс в этих отходах, наличие. Установка уже стоит здесь, по третию нам не отработано давно, еще несколько лет. Установка заведена сейчас. То есть можем чистить эти третии? Да, сто процентов. У нас все сертификации по этому поводу, я отдельно разъезжаю. Ну, показывайте. Да, 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 помните. Что еще? Зона применения, сейчас Виктория задавал вопросы по отходам подводных водок. Границы применимости технологии. Ваша оценка. В частности, на севере и Дальнем Востоке огромное количество подводных, низкоактивных отходов, для которых, я считаю, применима технология, вот эта, которая мы демонстрировали. Здесь решается вопрос, очень важный экологический вопрос. Партия «Единая Россия» год назад в своем съезде приняла решение о партийном проекте, который называется «Чистая вода». И это всеобъемлющий проект. Хочу обратить внимание на то, что продолжительность жизни наших российских граждан колеблется в районе 60 лет, а это место во второй половине первой сотни стран мира. То есть мы не можем омириться с тем, что в России живут так мало. И одна из главных причин – это потребление некачественной воды. Есть расхожая фраза, что человек ест то, что он ест. Вот хочу опровергнуть эту фразу. Человек ест то, что он пьет, потому что на 80% клетки человеческого организма состоят из воды. Это так. И система жилищно-коммунального хозяйства, система водоканалов, которые есть в крупных городах, которая подводит воду краном питьевым, не обеспечивает должный уровень, должное качество питьевой воды. Те бутылированные объемы воды, которые наши граждане покупают в системе розничной торговли, наполовину это фальсификат. Говорю это ответственно, как бы всем министром это не делал, я знаю эту ситуацию. А вторая половина, которая не является фальсификатом, соответствует тем лабораторным анализам, которые проводились. Но эти лабораторные анализы не могут квалифицировать эту воду как идеальную для питьев. А кроме того, есть огромная проблема – это жидкие радиоактивные отходы. Понятно, что все предприятия УСАТОМа, без исключения, имеют хранилища. Процессы производства электроэнергии невозможны сегодня, нет других процессов, без использования воды. Соответственно, есть отходы воды. Отходы воды содержат жидкие радиоактивные осадки. Это так. Есть огромные резервуары, в частности Теченский Таскад. Огромнейшие резервуары, где объемы превышают сотни миллионов тонн радиоактивной воды. И вот те технологии, которые сегодня имеются, технологии мировые, мы говорим о мировых технологиях, они не решают эту проблему. Лируя предложена идея, и она опробована на практике, очистки жидких радиоактивных отходов в промышленных объемах по доступной цене. Вот, думаю, что вы сейчас присутствуете впервые в мире и видите установку, которая позволяет решать эту задачу. Именно такую задачу. У нас отходы, которые нам удается чистить, это в первую очередь Стронций-90, это Кобальс-60, это Цезий-137, это Европе-152, 154, 155. Это те радионуклы, это те изотопы, которые и являются жидкими радиоактивными отходами и находятся в воде. Вот это все чистится, это все реально чистится до уровня предельно допустимой концентрации. По нашим стандартам есть такой показатель ПДК, предельно допустимой концентрации. А есть понятие уровень невмешательства, то есть это та частота воды, которая возможна для использования в качестве питьевой. Вот эта установка из жидких радиоактивных отходов, где содержится порядка 2,5-3 тысячи пикерелей на литр радиации, позволяет почистить эту воду до уровня невмешательства, до уровня одного пикереля на литр. Вот о чем мы сегодня говорим. У нас есть бюджетное финансирование на 2008-2009-2010 год, эти объемы утверждены в рамках федерального бюджета. Там есть средства необходимые на эти работы. Их нужно просто выделить конкретно на эти работы. И тогда мы реально сможем начать уже в будущем году очищать реальные хранилища жидких радиоактивных отходов. Это можно начать в Ленинградской области. По крайней мере, то, что мы говорим, это гип, который имеет такое хранилище. И, к сожалению, это хранилище находится достаточно близко к самому городу Санкт-Петербургу. Думаю, что все заинтересованы в том, чтобы его полностью обезвредить. И такая возможность сегодня есть. Это я как бы политическую составляющую рассказал этой проблемой. Вот, что техническая. Где какие фильтры, где какие предварительные, где, собственно говоря, стоит тот реактор, где проходит электрохимический процесс. Вот он. Это как бы все может Валерий Николаевич, Виктор Иванович, рассказать более подробно, чем я. Хотя тоже я знаю, как тут что происходит. Вы это прочно знаете. Я хотел сказать, что, наверное, все-таки в таком масштабе, в промышленном масштабе, то, чего мы ждем от нанотехнологий, впервые внедрено. Дело в том, что понятный всем электрохимический метод, но здесь он выполняет совершенно другую возможность и другую работу, только потому, что эти электроды, они прессованы из наносоответствующей по стихиометрии шпинели. И только это дало нам эту возможность. В конце у нас стоит углеродный материал для целей вот тех же электродов, которые мы сегодня построили в производстве, мощностью до 85 килограмм в сутки нанометалов. То есть даже эта часть, наверное, полностью освоена, чтобы масштабно подойти. Вот процессорный фильтр применять. Конечно. Вот здесь вот по нано-малировным материалам, вот обратите внимание, мы ждем чего-то невероятного от нанотехнологий. Так ли это? Так вот, вот этот материал, он прошел, извиняюсь, что в Америке, но в Америке впервые сначала испытания. Его сравнивали в правительственной лаборатории с лучшим на американском рынке с арбентом, джак, то есть активированный уголь из кокосового ореха. В 350 раз с арбентом способностям он превосходит лучшее, что было на земле. Именно этот материал нам дает возможность. Так вот у нас построен завод с мощностью сегодня 300 тонн. Это нам хватит вот так для всей России, еще для других стран, чтобы ищить пробег по очистке джеки-фагеративных отходов. То есть это не просто технология, она уже вокруг нее, все создано для того, чтобы ее применить на штангу. Питер это все-таки такой важный центр. Давайте на секунду напомню, все-таки вы сегодня находитесь не в обычном предприятии, вы находитесь сегодня в институте, с которого начиналась вся атомная отрасль Советского Союза. Это первый институт, он старше атомной отрасли, институту 85, а атомной отрасли было не так давно, 62 года атомной отрасли. Поэтому здесь начинали работать с радиоактивными материалами, здесь создавалась вся советская школа работы, из которой потом выросла и весь ядерно-оружейный щит страны, и гражданская часть. Поэтому у нас в Санкт-Петербурге огромное количество предприятий атомной отрасли, это и фундаментальная наука, такие как радиоинсту, такие как НИПИЭД. Это наша, ну собственно рядом совсем расположена атомная станция и весь комплекс институтов Соснового гора, которые работают и на военные программы, и на фундаментальную науку, и на прикладные задачи. Смотрите, какую работу проделали за это время. Была опытная установка, которую отработали на как раз на отходах ГИБКО, которая показала принципиальную возможность. Но оставался вопрос, ведь одно дело, когда она отработала на литрах в лабораторных условиях, другое дело, что мы с Борисом Вячеславовичем обсуждали до весной этого года, что для того, чтобы показать ее роботоспособность, надо выйти в реальное, то есть не в лаборатории надо работать, а на реальном хранилище отходов. Поэтому мы заключили этим летом контракт, в этом контракте Матриванович вместе с радиовым институтом смонтировали установку в реальных условиях, на отечественных Каскаде, у них прям фотографии и карта, там, где работала эта установка, подобрать и самой установки, собственно говоря, водоем, из которого как раз брали воду, и с тех радиоактивных обводов. И результаты это таковы, что ту воду, которая выходила после установки, ну, практически можно пить, если не считать общего фона радиоактивного, в котором находится само озеро. Мы что проделали за это лето? Смонтировали установку на отечественском Каскаде, она переработала уже не литрой, а тысячей литров, ну, собственно, больше ста кубов, то есть больше ста тонн воды, поэтому это уже достаточно большие объемы, на этих объемах принципиально подтверждено, что она может работать с большими промышленными объемами, поэтому, собственно, дальше вопрос следующий. Технологию надо будет дорабатывать до промышленного уровня, это отдельная работа, а второе, даже тот уровень отработанности технологии, который есть сегодня, позволяет приступать к решению практических задач. Вот первая практическая задача, о которой мы уже договорились, это ГИП, и это надо начинать делать прямо на следующий год. Прямо восьмом году? Да, в восьмом году мы прямо сейчас можем перераспределить соответствующие средства, и в восьмом году, собственно, мы можем даже, знаете, вот мы сейчас говорили с Валерием Николаевичем перед приездом Бориса Вячеславовича, у нас, пожалуй, даже, по крайней мере, Валерий Николаевич берется, думаю, что Валерий Николаевич сейчас поддержит, что мы не просто не начнем работу в восьмом году, мы ее закончим можем восьмом году. Конечно, разрешить, конечно, что это не планетно. То есть можно полностью гибко, а это такая вот валячка в Санкт-Петербурге, водоводоводство. Вроде тысяча тонн, конечно, реально, если цифры работают. По так тысячу тонн стоит жидких радиоактивных отходов в Санкт-Петербурге. Вот такая установка решит проблему гибко за тысячи три месяца. Поэтому, а дальше, собственно, вопрос теперь заключается в следующем, вот сейчас начали смотреть, где, что хорошо, установки, вы видите, предельно мобильные, поэтому, собственно, не надо никакой станции стационарной. Вся прелесть в том, что можно делать мобильные установки в разных точках. Поэтому, ну вот для себя сейчас смотрели, у нас одно из точек. Может быть, это хвостохранилище у нас есть у заводов по производству ТВЛ. Это Чапецкий завод, это Новосибирский завод, где есть хвостохранилище, в котором, в общем, возникает проблема жидких дренажных отходов. Поэтому это тоже важная вещь. Чистая, может очень, как Игорь Иванович говорил, надо будет внимательно посмотреть по переработке по подводным лодкам. Да, это, собственно, тоже северо-западный регион. Знаете, что у нас Росатому было поручено несколько лет назад взять на себя координацию программы по утилизации атомных подводных лодок. Мы устанавливаем сегодня в детских садах, в школах, в больницах, в родильных домах. Уже стоят наши установки. Впервые люди в долгую ходу, в настоящую долгую ходу. Знаете, были сейчас английские исследования, отчего добавляются дети, они не добивают воды. В таких масштабах эта задача за границей не решалась. И в этом смысле это, наверное, уникальные решения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok